Строительство трех вместительных дошкольных учреждений стартовало в конце мая. Работы в Кудепсте, Волковке и Лазаревке на перекрестке улиц Скалораж-Малышева велись практически круглые сутки. Но не все проходило так гладко, как хотелось бы. Ход строительства несколько раз тормозили погодные условия. Из-за наводнений рабочим приходилось заниматься не монтажными работами, а в буквальном смысле выгребать грязь и откачивать воду. Мэр Сочи Анатолий Пахомов не раз выезжал на стройку, чтобы решить все проблемы и успеть сдать детские сады к поставленному сроку. Теперь первостепенная задача до конца года – выдать 1600 путевок. Подходит срок исполнения поручения президента Российской Федерации Владимировича Путина по поводу того, что мы должны обеспечить всем нашим детям с трех лет место в детском дошкольном учреждении. Сегодня на первую роль становится подбор кадров и, конечно, та работа, которую необходимо провести по лицензированию. Поэтому, пожалуйста, расскажите, как идет эта работа, какие у нас проблемы и уложимся ли мы. Антон Николаевич, списки уже сформированы с 1 декабря. Они висят на сайте Управления образования, а также в Управлении образования в бумажном варианте и в Лазаревском территориальном отделе. Созданы учреждения, назначены вами руководители, зарегистрированы учреждения в налоговом органе, уставы есть у учреждений, печати. Сейчас ведется подбор персонала. С группами кратковременного, с группами полного дня 1600 человек будет. 1600 человек мы найдем? Воспитатели, нянечки? На это количество детей, да, найдем, Антон Николаевич, конечно. Очень тяжело, но мы это сделаем в кратчайшие сроки. И еще процесс лицензирования – это долгий процесс. Но вот благодаря помощи Министерства образования и науки Краснодарского края мы справимся с этим. Спасибо большое. Вот наше министерство всегда помогает. Не каждое муниципальное образование России, края может заявить о том, что мы за 7 месяцев построили 3 огромных детских дошкольных учреждения и имеем возможность нашим жителям предложить, что отдавайте своих деток в детский садик. Это первое. Второе. Конечно, рабочие места. Я думаю, что сочинцам есть куда пойти работать. И теперь главное, чтобы эти кадры были подготовлены. И, конечно, самое главное – любили детей. Уже сформированы группы. И сейчас родители должны обратиться в районы МФЦ с заявлением и сразу же идти с детьми на медосмотр. Эта процедура займет несколько дней и затем ждать ответа с МФЦ. Сдать путевку в детский сад родители должны не позднее 20 декабря. Это необходимо для того, чтобы начать зачисление сразу после получения детскими садами лицензии. Так что уже в январе после новогодних праздников тысячи детей отправятся в дошкольное учреждение.